Потому что кашу, сука, жалко. Потому что она хотела жить, а не хотела у меня. Три, два, один. Ой, не включила запись. Там еще две кнопочки надо нажать. Нет. А, не, вот эта. Отлично. Так. Лэй энд джеремаааа. Вас приветствует долгожданный вами тройничок. У нас новый член нашей дружной и милой тройничковой семьи и команды. Элкость ныне отдыхает и медитирует, занимаясь духовным просветлением. Рэй ушел в мир аниме, амвишек, политоты и прочих прелестей жизни. Поэтому, наш новый член команды ICQ без ICQ, iSkill. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Как всегда, привет. Привет. Ой. Короче. Короче, у нас тут. Давайте так, если наберете под этим видосом Хоть у кого-то Нет, хотя она думает точно Короче, 3000 лайков у каждого на первой серии И мы запишем великое трио Как старый добрый за Украину, Белоруссию и Прибалта в этом моде 3000 лайков на каждого челика на первой серии И все, и будет великое славянское и балтийское трио Великое славянское трио, которое захватит весь мир Ну, если, конечно Ну, да-да-да, все возможно Особенно это А кого мне писать? Ну, в любом случае будет интересно Поэтому прямо сейчас поставь лайк И подпишись на канал Да На все Сразу Мне нравится генерал под названием Роман Абрахам, блядь Как-то, не знаю, странно звучит Ну, пусть ты будешь Роман Абрахам звучит достойно Согласен И Сикорского поставлю Или Владислав Андерс Даже не знаю, кого выбрать Ну, слушай, Владислав Андерс звучит достойно Возьму его, пожалуй Я собираю себе этот Склад из интересных имен Вот давай А тебе поставим Владислав Бартновский звучит слишком просто Винцентий Ковальский Во Винцентий Ковальский звучит достойно Ты сейчас будешь себе генералов перечислять Он, если ты такELL Станислав Капанский, Юлиуш Кутржеба, Владислав Бартновский. Я на монтаже такие фоточки пролетают. Да-да-да. Кто-то реально на монтаже это будет вставлять? Нет, блин. Ой, у меня командование, министров и прочего, пиздец сколько. Блин, у меня очень мало. Хотя, не, много было. Ооо, какая красивая территория стала. Ой, не, ну это... Так. Варголт. Что мы тут возьмем? Пойдем возьмем. Не, ну... Больше военных заводов. Так. Какие идеи? Сразу будем пилить Астро-Венгрию? О, да. Секретно. Только не Астро-Венгрия. Он красивый стал. О, какой вариант, Туре. Я тебе говорю, серьезно, красивый стал. Фиолетовый, давай его скушаем, чтобы он этот красивый был. Слушай, а если я что-то меняю, например... Не, я не менял, я по фокусу просто чисто взял. Да. А ты сейчас просто флакси прикольный сменишь. Блин, взял... И сразу Хорти такой загрустил. Так, я могу назад его вернуть, посмотри. У тебя лишняя политка есть? А, да. Ну, 107. Белль? Сразу видно. Я могу освободить Трансильванию. Я могу освободить Трансильванию. Ну, давай, развали всю страну. Я захочу просто, чтобы к тебе поближе быть, понимаешь? Да, конечно, спасибо, спасибо. Да? Это магия. Да, Тём, тебя надо забрать, короче, просто центральную Австрию. Мне Чехов. Да, ему, короче, Италью. Тироль, Тироль, Трист. Да, да, да. Вот красивые границы. Россия... Мне кажется, что для Венгрии это не очень красиво. Россия расторгнула с нами Non-Aggression Pact. Да ладно, я эти агрессоры, фу. Ты чё делаешь? Возьму себе в этот раз большой длинный ствол башни, встающий к небесам, и с широкой опорой в обе стороны. А то даю своё агентство двойка. А у меня агентство... У меня шпион в Италии сидит. Нормально. Я не знаю, почему он там сидит. А что, молодец. Двойной агент. Одобряю. Ладно, переместил на Францию. Зачем? На Австрию подходи. У неё технология, видела? Может, технологии покраду. Ты бы, наверное, посадил и делал бы правительство, чтобы мы его капнули. А, ну, типа, я понимаю, но... Ага. Магия. Так, буду прокачивать мою любимую ремонтную роту. Сейчас скину бомбу на Будапешт. Какие бомбы на Будапешт? Я твой союзник вообще-то? Кто-нибудь об этом ему скажите? Сегодня союзник, завтра вассал. Буду скинуть. Продать Россию... Вот смотри. Вот продам я тебя Россия. Подумай о плюсах. Она тебя застроит. Какие плюсы есть быть под Россией? Тебя возьмёт кто-то большой. И зелёный. Ты мёрт Шрек. Ты никогда под Шреком не хотел побыть? Никогда, поверь мне. Не верю. Вот поэтому не верю. Ну смотри, он большой. Катархонт Гоу, Альянс, захотим Польшу. У него есть своя земля. Подумай, а? Своя земля. Дом. Ты меня склоняешь к тому, чтобы я согласился с нами под зелёным гигантом. У него есть животные свои. А это уже, считай, разведение. А? Солидный. Молодой ещё. В рассвете сил. Ммм? А в постели-то какое активное? Я не хочу ходить, что ты наклепала, как быстро. Это никакой в тебя наклепает. Значит, ты ещё и в постель удовлетворён будешь. Ну, сказка не мужчина, соглашайся. Пожалуй, нам нужно будет ещё захватить Польшу. Ой, не Польшу. Забыли важные вещи сказать. Какие? Две важные вещи. Во-первых, вот давай, закрой глаза. Закрыл. Закрыл. Представь себе что-то прекрасное. Вот представь игру, которую ты любишь. Представь. Вот какая это игра? Голые женщины. Тебе такие игры не светят. Давай другую игру. Еду на коне, махаю мечом. Хорошо. Это у нас игра в Чехии. Я понял. Как она? Как она называлась? Кстати, я тоже не помню. Я хочу пройти. Kingdom Come Deliverance. Вот. Хорошо. Закрыл. Представляйся Kingdom Come Deliverance. Давай, давай. Закрыл. Хорошо. Вот ты едешь на Криво. Интересно, дальше будет. Да. С мечом. Да. Убивишь рыцарей. Да. Мне прям хорошо. Ты прям кайфуешь от игры. Ты прям кайфуешь. Тебе прям хорошо. Ты уже купил себе доспехи. Их там заточил, выковал. Ты крутой рыцарь чешский, да? Ты прям получаешь удовольствие от игры, от процесса, да? Да. Прям получаю, да-да-да. И вот ты такой, хочешь открыть глаза и поиграть в это прямо сейчас. Но что останавливает? У тебя нет этой игры. Но. Слушай, может ты мне призовешь в войну? Че, так скучно смотреть. Я парочку тебе здесь, да. Хочу повоевать. Тут глопот армии накопить. И вассалом сейчас заберет кого-нибудь одной правоски. Не-не-не. Ну зачем ты спалил? Я как буду. У меня и так знаешь. Просто нормально. Сейчас венгерские дивизии спасут польскую задницу. Польша такая сейчас после войны из Альянса выкидывает. Мальяров такая. Сейчас посмотрим, кто чужого спасает, да? Да не, они меня не пробьют. А если Украина сейчас еще вступится? Ну, если Украина вступится, то это все Агабелла. Фанко-турецкая Альянса. Кого? Что-то новенькое, блядь. О! Ставь на Украину. Ну, ну, ребят. Я тебе говорю, что они все будут вступать. На этом сейчас наша партия и закончится. Не-не-не. Че, я сейчас капну быстро этих додиков. Выставлю одну армию фул на белокусет. Секунду, 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 секунду. Лич, принимай. О, ты же теперь можешь к нам вступить, точно. Сейчас к вам прилетят 48 дивизий. Смотри, на тебя по ивенту может сейчас напасть Франция, аккуратно, которых он. Да? Да, типа, если ты агрессором, типа, что тут... Ну, у них там свой ивент, что если ты будешь агрессировать очень сильно... А, он хер поклёт тебя. Там в 5 проектов. У Франции очень много хорошей промышленности. Я как бы вам 48 дивизий увожу, поэтому да. Если она пойдёт, то будет плохо. Да, да, да. Но Ричат справляется. Стандартными, да. Я пока не менял. Нет, Ричата, не умирайте. Ты чё, Одесс? Алло! Ричата убили. Они одну дивизию Ричат убили полностью. Нет. Украина, что ты делаешь? Почему украинцы собирают лучших? Помогите украине найти себя. Там есть одна провка моим цветом окрашена. Прям одна провка в провинции. Да? Да, да. А, я вижу, вижу, вижу. Красиво ты как. Да, да, да. А чё вы тут не пробиваетесь? В атаку! Парановичи в минус, честно. Не успеваю следить. Как бы мои войска пришли, как раз начинают. Наверное, наш будет. Я вот сейчас вот эти дивизии выбиваю, тут вообще из Минск беру. О, варсовство танков. Так, ну в общем, как бы это, окей. А самолеты производятся или нет там штурмовички банальные? Спорт вообще нет. Но типа на стальную снарягу уходят до хуя. Можешь меня призывать? Ух ты. Ух ты. А, так и должно быть. А мы... А нас призывать можно? Да. А может, Хорватию просто так захватим? Зачем сейчас это призывать первым? Да, да, да. Пускай которых он сейчас сами попробует захватить. Ну просто... Он уже высадился. Он уже высадился. Сейчас порт берет. Нормально. Сейчас русские, наоборот, потянутся. А я тогда переведу все свои дивизии тогда на границу с Украиной. Нет, ты пока держишь, чтобы они типа боялись. А, ну да. Окей, окей, окей. Да, но у меня тут собрана хорошая такая армия. Но некоторые перетягивают свои дивизии. Но 7-8 дивок я вокруг себя сплотил. Россия... Эм, подожди. Что? Почему у нас Россия с войны исчезла? Россия с войны исчезла? Да. Да нет, у меня воюют. Как это? Ну типа... Воюют, воюют. Открывал войны. И типа у нас была с нашей стороны Россия против этих кавказцев. А теперь она будет против. Теперь, когда вы вступитесь в войну. Угу. Ас! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Подожди, а что произошло? Ас! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Можно назвать Фомфлантов, чтобы туда не могла Испания высаживаться. И нам надо сейчас одновременно держать Россию, и теперь здесь. Слушай, у меня какой-то ивент произошел на Магиарскую империю. Я могу сейчас одну армию стянуть на этот О, боги Блин, фигово, фигово, конечно Я стянусь на армейку У меня есть одна армия на Австрию, я прикрою свои границы, но не более Я тогда еще одну армию закину на Австрию Но вопрос, чем Хорватию прикрывать А, у меня есть одна армия недалеко сейчас Я могу привести полностью свою армию, закрыть весь фронт С моей стороны А, Россию кто держать будет? Ну, в России, да Надо, блин, фаваки как-то в них отжать Сейчас, давайте, стартуем? Ну, давай Погнали Ну что ж, поднимаю призыв до 5% Что, блин, мне бы тоже не мешало призыв Нет, Ричат, Ричата окружают, нет, нет В смысле, где окружают? Ричата, нет Ричата, отступайте, отступайте У меня, у меня мои дивизии, хоть я и воюю с Россией, все равно на границе, просто перемещаются свободно по российской территории Чтоб они захватывают А ты че не кроешь-то? Испанцы! Чем здесь ты должен? Я встри крою, я Россию крою! Испанцы! Испания высадилась! Испанцы! Испанцы! Это была фиговая максимальная идея идти на Россию Надо было подождать капельку Все? Нормально киев пробили не переживай 45 года что такого тянуть туда можно главное понять как нам действовать я предлагаю быстро выпилить австрию еще чтобы не отвлекать потом не войска да да но для этого нам надо сдержать россию и испанию не по той границе которой мы сейчас с тобой встали это без проблем единственно выделить кому-то чтобы помочь дивизий ладно давай сюда тогда 4 5 6 но смотри в принципе где я стою по границе может ступиться то есть я думаю мои три дивизии в профки сдержит ну и кстати стала встретиться куда больше давайте оставлю тогда 5 медведей потому что как минимум туда уже испанцы приезжают алла не убрали почти все дивизии со старый этот с фронта с италией да я знаю я могу продавить если вы не свою границу защищать катархонт или где мне лучше дивизию разместить со строком не граждане в эту войну или нет но мне кажется можно мы не слышу но не знаю тоже закидываю так подожди агрессивный план агрессивный план хорошо все пробиваю чисто с хорватии и с этой территории но я постараюсь быстренько порт занять самое важное что сколько там дивизии высадилось я вижу только ну типа три человечка сейчас дивизии подойдут которых он немножко укреплю и вступлюсь да окей мне только не проблему понимаю кажется венгер трейтер смысле я просто это вы сказали и вступать да ладно нормально я беспокоюсь чтоб нормально все прошло на какая разница живым остаться все влетай мне сейчас прикрою порт испанцы не смогут привозить подкрепа туда уже будет хорошо они в другом месту уже решили мне прилетел что типа что что типа румыния хочет обратно забрать моей территории что-то за еще одна высадка пошла испанцы он не взял они там еще 6 смотри я разместил свои девки по своей границе и чуть-чуть занял до кракова даже до городов чем пытаюсь их вот где давайте скрывать возле катавицы короче